Сегодня в выпуске. Изолироваться и замкнуться. Уфимские психологи рассказали, как родителям распознать синдром социального одиночества у подростка. Полуфиналист телепередачи «Русские ниндзи» из Уфы готов подготовить молодых ребят для участия в проекте. Ирадий Хабиров предложил передать в федеральную собственность часть трассы Уфа-аэропорт. Общение родителей с подростками чаще всего превращается в разговор глухих. Как выстроить отношения со своим ребенком и понять, что его беспокоит? Ведь порой банальное внимание к подростку может предотвратить печальные последствия. Родители стараются обеспечивать детей необходимыми материальными благами, не уделяя им достойного духовного общения, внимания. И как результат – синдром социального одиночества. Последствия социального одиночества у подростков различны. Все начинается с плохого настроения, отрешенности, угнетенности и заканчивается серьезными семейными конфликтами и тяжелой депрессией. Одним из ярких проявлений синдрома социального одиночества в том числе является уход из семьи, даже из благополучной, материально обеспеченной. Или это же, соответственно, попытка привлечь внимание к себе посредством употребления каких-то психоактивных веществ. То есть это тоже определенный признак, когда ребенок свидетельствует о своем одиночестве и тем самым пытается найти замену родительской любви и заботе, переходя на какие-то другие допинги, которые могут составить ему комфортные ощущения. Психологи говорят, что общение родителей с детьми в лучшем случае сводится к вопросам, как ты себя чувствуешь и сделал ли ты уроки. Подобные холодные отношения подвергают подростка в ужас. И он непроизвольно принимает для себя такую модель поведения, как норму. Социальная отчужденность, социальный синдром, одиночество у детей проявляется в простых таких признаках. Это прежде всего в желании изолироваться и замкнуться. В отсутствии элементарных диалогов, которые должны происходить в семье ежедневно, ежечасно, может быть, даже по телефону, а особенно в выходные дни. Мы решили спросить у родителей, знают ли, какие проблемы волнуют их детей. Практически, можно сказать, и не знала. Что волнует? Учебу не волнует. Стараются, нет, не делиться, чтобы я не беспокоилась. У сына знала, а дочь немножечко не все говорила, скажем так. Почему? Ну, она привыкла сама как бы решать. Не очень-то общаются. Сейчас ведь интернет все... дети туда смотрят, как говорится. Психологи также отмечают, что интернет все больше влияет на подростков, делает их менее социальными и даже агрессивными. Способом агрессивного выведения учатся подростки именно в интернет-среде. Это подросток виртуальный, который проходит виртуальную социализацию, проходит этапы виртуальной идентификации, который ищет помимо своего реального «я», он ищет свое виртуальное «я» именно в интернет-среде. Самое простое – обвинить во всем интернет. Но всем родителям важно помнить, что ребенок, как и взрослый, имеет право на собственное мнение, характер и, возможно, иной взгляд на вещи. И лучшим способом выстроить отношения с ребенком – забыть про свой авторитет и поговорить с ним открыто и доверительно, как с равным. Глеб Безбородов, Анастасия Никишина, Андрей Шарыгин, городской телеканал ЮТВ. У нас впереди бешеный воркаут, очень сложное испытание, нужно попасть в три деления, и Кирилл падает, не справился. Бешеный воркаут – испытание, которое не позволило участнику из Уфы пройти дальше в известном телевизионном шоу «Русские ниндзя». Однако Кирилл Вишневецкий не из тех, кто будет огорчаться таким проигрышем. Тем более, что, по его словам, это случилось из-за невнимательности. Ведь предыдущий этап он прошел с лучшим временем. По поводу трассы вообще ничего не было сложно. Лично для меня первый этап, который по телевизору показывали, то есть еще же отборочный был, там из трех этапов состоял в Екатеринбурге. Вот там было тоже очень интересно. Отборочный, может, даже был где-то сложнее. В полуфинале, почему я там, у меня возникли сложности, потому что я, как я подумал, поторопился. Сидя перед телевизором, вряд ли человек может представить, насколько сложно пройти испытания. Большинство людей падают на первом шаге. Кирилл показал всю свою силу и ловкость. Но за этим стоит большой спортивный путь. Он занимался единоборствами, баскетболом, бегом, воркаутом, постоянная физическая подготовка. Даже, я больше скажу, в доме я по шкафам лазил и прыгал на пол. Соседи были не очень рады, но я был счастлив от этого. Потом я увидел уже в юности фильм, как, наверное, многие знают, Ямакаси. Вот, я увидел это. И, конечно, мы сразу на дом залезли, на восьмой этаж по балконам. Тогда еще совсем не было такого страха. Именно бабушка стала для него вдохновителем и человеком, который подтолкнул Кирилла Вишневецкого двигаться дальше и развивать свои способности. Бабуля в том году говорит, вот, смотри, русские ниндзя показывают. Я еще не видел, он говорит, давай посмотрим. Посмотрели, он говорит, ты ему выиграть можешь. Я говорю, ну да, в принципе, реально. И зажгла какая-то такую искорку. Для того, чтобы добиться таких результатов, Кирилл уверен, здесь самый главный ингредиент – это сила воли. Я это делал всегда изначально для того, чтобы быть в форме, потому что мне нравится. Ну и баскетбол – это контактный вид спорта. Там нужно быть быстрым, сильным и быстро восстанавливающимся. А так как я капитан команды, лицо команды, как минимум физически я должен быть сильнее. Пока мы общались с молодым человеком, от него прозвучала фраза, что спортзал – это скучно. Сам он всегда предпочитал заниматься на уличных площадках, которых, по его мнению, в нашем городе недостаточно. А вот молодых людей, которые тянутся к занятиям спорту, становится больше. Кирилл дает высокую оценку современной молодежи. Вот молодежь, он сзади на лыжах себе катается. Я думаю, что правильным курсом идем. Мы же судим по тому, где мы находимся, в моем окружении. В этом плане все замечательно. Люди думают, где бы заниматься спортом и как бы заработать на жизнь. То есть постоянно развиваются во всех аспектах – в духовном, материальном, физическом. Кирилл надеется, что участие в федеральном проекте поможет ему вдохновить еще больше людей. Тем более, что сейчас он готов поделиться своим опытом с другими. Я знаю, что многие люди жаждут чего-то нового, жаждут развития. Либо не могут, либо сами стесняются, либо не знают, кто бы им мог помочь. Я думаю, что у меня есть возможность такая. Мне не жалко, с удовольствием тренирую. Анастасия Худик, Руслан Габидулин, Сергей Ямаев, городской телеканал ЮТВ. В ночь с 20-е на 21 ноября социальные сети взбудоражили шокирующие сообщения. Мне говорилось, что под Уфой в одном из приютов якобы сжигают собак. Зоозащитники сразу же подняли панику. Сейчас ночью пошла волна. Мы, кажется, зоозащитных групп очень много. Мы, зоозащитники, очень тесно, довольно-таки дружно общаемся. И когда случится что, мы в любое время дня и ночи готовы, как говорится, стать. Ночью в Миловке собрались волонтеры зоозащитных движений. В пункте временного содержания животных они нашли мертвого щенка и несколько десятков взрослых собак. Сотрудников приюта на месте не было. По мнению активистов, 1 декабря истекает срок аренды помещения. Поэтому руководство приюта избавляется от животных. На место вызвали полицейских. Когда здесь кто-то будет, приедем, сделаем осмотр. То есть зайдем в помещение, посмотрим, в каких условиях там собаки содержатся, какие медикаменты у них там есть, имеются у них там средства стерилизации, ну и тому подобное. Позже в соцсетях стали появляться сообщения, что в центре содержания животных никто никого не сжигал. Те, кто не смог приехать в приют ночью, прибыли утром. Здесь они застали сотрудников. Сотрудник, который кормит животных и убирается, сказал, что это дезинформация по поводу сжигания. По поводу закрытия они готовят сейчас комнату для сайлов для щенков. То есть эта информация на них лежит тем, что они будут закрываться. Также волонтеры говорят, что им удалось осмотреть и пересчитать питомцев пункта временного содержания. Днем вольеры приюта были пустые. На дверях висели замки, а из окон доносился лащенят. Связаться с руководством пункта временного содержания не удалось. Теперь зоозащитники намерены вывезти животных из приюта. Рустам Нурешев, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. Часть трассы Уфа-Аэропорт могут передать в федеральную собственность. С таким предложением обратился в Рио главы Башкирии Радий Хабиров к руководителю Росавтодора Андрею Костюку в рамках 12-го международного форума «Транспорт России». Речь идет об участке от моста через Белую до развязки с федеральной трассой М5 «Урал». Таким образом, Радий Хабиров планирует снять нагрузку с республиканского и уфимского бюджетов, так как ежегодно на ремонт дороги требуется от 100 до 200 миллионов рублей. При этом масштабная реконструкция, которая проводилась с 2012 по 2015 год, к проведению саммитов Шоссе-Брикс стоила Башкирии около полутора миллиарда рублей. В рамках форума Радий Хабиров провел встречу и с председателем правления РЖД Олегом Белозеровым. С ним он обсудил строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Екатеринбург» через столицу республики. По мнению руководителя региона, это долгоиграющий проект, требующий больших вложений. Однако высокоскоростная магистраль нужна жителям Уфы, поэтому уже сейчас создается рабочая группа для территориального планирования. На встрече обсудили и даты завершения реконструкции железнодорожного вокзала. Все работы планируют завершить в год празднования столетия республики. Также в Рио главы Башкирии предложат способ, как разгрузить уфимские железнодорожные пути и использовать их для развития природных маршрутов. Для этого нужно увезти грузопоток в обход Уфы. Ну а сейчас о погоде. На Уфу обрушился сильный снегопад. Все районы города замело, на дорогах огромные пробки. Тракторы, самосвалы и грейдеры. Только в центральном районе задействовано более 30 единиц техники для очистки снега. Дорожные и коммунальные службы работают в две смены. Сначала убирают магистральные улицы города, а затем снег во дворах и парках. Как борются с последствиями разгулы стихии, рассказали в администрации советского района. Работаем по третьему режиму. У нас делится на этапный режим. Первый режим у нас 14 единиц техник выезжает. Второй режим у нас 26 и третий режим 39 единиц. Вот у нас сегодня в ночь объявлен 100% выход техники и 52 единиц техник будет работать по советскому району. И удивительная история взаимодействия природы и человека. Неделю назад в Обзелиловском районе Башкирии спасли лебедя. Спустя неделю он готов покинуть своих спасителей. Птицу нашли в удручающем состоянии. Она была истощена и слаба, из-за чего не могла даже летать. Инспектора аминэкологии, орнитологи, целую неделю следили за состоянием лебедя. Лечили и откармливали его. Когда животное выздоровело, его отпустили на свободу. Однако в министерстве призывают не пытаться самостоятельно спасать диких птиц. Лучшую помощь, которую можно оказать животному, это вызвать специалистов. Для этого нужно позвонить в диспетчерскую службу по номеру 218-04-30 или обратиться в территориальные управления, комитеты и ведомства. Спасти животное приедут охотоинспекторы и при необходимости они вызовут ветеринара. В свою очередь орнитологи отмечают, что лебеди и утки могут спокойно жить в Башкирии до декабря. Однако если они почувствуют, что зима не будет суровой, то могут остаться зимовать. Пелероны, закрылки, шасси, фюзеляж. Взлет, посадка, крен, тангаж. Но кто из нас в детстве не мечтал стать летчиком? Может развелись тот, кто сразу хотел быть космонавтом? И сегодня, несмотря на засилие всевозможных гаджетов и прочих имитирующих реальность устройств, у современных ребят и девчонок не унять настоящую тягу к открытому воздушному пространству. Небо всегда манило людей чем-то необъяснимо загадочным, романтичным и притягательным. С недавнего времени оно стало немного ближе для желающих связать свою жизнь с авиацией. С прошлого года на базе аэродромного комплекса малоавиации Первушина мы открыли детский клуб «Авиатор». Причины открытия этого клуба у нас, по большому счету, наверное, было три. Первая причина – это профориентация именно детей и молодежи. Вторая причина – к сожалению, за последние 10 лет мы наблюдаем очень большой отток молодежи из авиационной деятельности. Ну и третье – мы получили статус организации, дополнительного профессионального образования. Мы выполнили все требования для того, чтобы получить лицензию, позволяющую нам выполнять образовательные программы для детей и взрослых. Как вы думаете, что означает голубой цвет? Небо. Небо, желтый. Солнце. Солнце. Что мы с вами еще видим? Крылья. Крылья – это и есть сварение авиации, правильно? В детском клубе «Авиатор» ребята уже с младшего школьного возраста могут сделать первые шаги к Пятому океану. Вся информация подается в игровой форме, понятной и интересной детям любого возраста. В ходе экскурсии детям расскажут об истории авиации, о требованиях к летному составу, покажут, как устроены основные части настоящего самолета, объяснят принципы управления самолетом и как возникает подъемная сила. В процессе занятий ребята выполняют увлекательные игровые задания, направленные на координацию движений, внимание, ответственности и командного духа. Но самая главная фишка клуба – это полет на настоящем авиатренажере с пилотом-инструктором. Глядя на горящие глаза детей, тоже невозможно удержаться от соблазна, немного поиграть в летчиков. Здравствуйте, как тут все это работает? Так, газ тормоз, что здесь как? Даже краткое знакомство с серьезным миром авиации – настоящий праздник для детей. Конечно, не все из них станут пилотами или стюардессами, но самое главное – у них теперь есть мечта – чистое и светлое, как небо над головой. Как ей быть пилотом? Интересно. Ты из какого города только что вернулся? Из... не знаю, там, если честно. Удалось самолет посадить? Да, удалось. А потом взлететь? Да. Вы молодец. Андрей Кузьмин, Сергей Емаев, городской телеканал ЮТВ, Уфа. За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 12 аварий, в которых 3 человека погибли и 14 получили травмы. В Мишкинском районе ДТП унесло жизнь сразу двух человек. 58-летний житель Аскинского района, управляя Рено Сандеры и двигаясь со стороны Аскина в направлении Бирска, по предварительной информации, при совершении обгона столкнулся со встречным ВАЗ-2115. В результате в аварии погибли 68-летний водитель отечественного автомобиля и его 65-летняя супруга. А уже утром в столице Башкирии 49-летняя Уфимка за рулем Шкоды Фабио сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Момент ДТП попал в обзор камеры Уфанет. На записи видно, как женщина, не обращая внимания на приближающийся автомобиль, перебегает дорогу. А ведь ей стоило просто посмотреть по сторонам и трагедии бы не произошло. Мы ни в коем случае не оправдываем водителя, но и вы, уважаемые пешеходы, будьте внимательны и не совершайте таких опрометчивых поступков. Особенно сейчас, когда тормозной путь у автомобиля увеличился в несколько раз. Возможно, если бы женщина шла простым шагом, то Шкода могла просто проехать мимо нее. Но в результате аварии 86-летняя местная жительница была доставлена в больницу, где через некоторое время от полученных травм она скончалась. Здраво! Меня зовут Мерка Здравич. В подростковой преступности кого только уже не винили. Бездуховное западное кино, развращающее восточное аниме, ну и, конечно, видеоигры. Жестокие и иногда несуществующие в реальности, но активно обсуждаемые экспертами. Есть такая игра Дока-2. То есть ты можешь, к примеру, как вытаскивать там специальное оружие, как вытаскивать кишки в течение 10 минут. Видеоигры учат жестокости. Это не насилие, это гонки. Это сегодня гонки, Джо. А завтра твоя машина сбивает ребенка. Мы просто хотим, чтобы ты успокоился! Но Екатеринбургская полиция считает иначе. Одной из причин преступности несовершеннолетних она считает, внимание, торговые центры. Извините, у меня аллергия на чушь. Об этом сообщает знак.ком со ссылкой на отчет регионального ОМВД Думи областного центра. Всего за 10 месяцев 2018 года к уголовной ответственности в Екатеринбурге привлекли 352 несовершеннолетних. А это на 16% больше, чем в прошлом году. Торговые центры, как полагают полицейские, провоцируют подростков на кражи. Совершенно нелогично. Ну, с другой стороны, вот вам пара случаев. В супермаркете Сургута подростка заподозрили в краже, потому опасного преступника пришлось даже запереть в холодильнике. А вот в Томске сотрудникам не удалось обойтись своими силами. Там 7-летняя девочка не заплатила за леденец и пришлось вызывать группу быстрого реагирования. И благо справились, иначе масштабы были бы совершенно другие. Все выходы из здания держать под прицелом. Рассредоточиться. Нина, вызывай спецназ. И даже самые непорочные в супермаркетах пускаются во все тяжкие. Буквально полтора месяца назад в Перми пьяный священник украл сумку в торговом центре, а после угнал автомобиль. Похоже, торговые центры действительно опасны. Вы не представляете себе, на что я способен. Да, например. Зайти однажды в торговые центры и всех перестрелять? Можно, кстати, запретить все ценники от греха подальше, чтобы рост цен не спровоцировал на всякое там нехорошее. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин